2 января, понедельник и надо опять возвращаться в новый рабочий ритм. Это я сам себе, по-моему, сейчас сказал. В офисном партлере пятница – это спаситель человечества, а понедельник – главный злодей. Это день похмелья, день кофе, день залипания, день нежелания, ничего делать. Слушай, ты прям мою прошлую неделю... Описала, да? Описала, да. Говорят, что где-то есть люди, для которых понедельник словно праздник. Ура! Можно вернуться к любимой работе. Ну, таких людей мы очень редко встречаем. Вот я, например. Встреться со мной. Привет. Привет. Понедельник – день парадокс. По идее, после выходных человек должен быть более бодрым и отдохнувшим. Но чаще получается, наоборот, самый медленный и тяжелый день. Почему так происходит и можно ли это исправить? Мне нравится аналогия, которую проводит Глеб Архангельский в своей книге «Время на отдых». Начало недели – это как автомобиль. Если сразу рвануть, то можно навредить двигателем. Если же дать мотору прогреться и разгоняться постепенно, то все пройдет как по маслу. Как раз наречиво. Здорово. Ну, то есть, вы понимаете, да? Если навалить на себя в понедельник кучу дел или настраиваться на активную ударную работу, то можно так ничего и не сделать. Наш мозг так устроен, что любым путем старается избежать стрессов и нагрузок. И чем больше вас понедельник напрягает, тем меньше вы сделаете. Лучшее, что можно сделать с утра в понедельник – это, внимание, не работать. Звучит контрпродуктивно, но это лишь на первый взгляд. Этот трюк поможет сохранить вашу энергию, которую вы сможете эффективно использовать потом. Ну и, наконец, хотим добавить, что успешный понедельник начинается вечером в воскресенье. Выделите хотя бы полчаса на то, чтобы распланировать предстоящий день, выделить дела, которые нужно сделать и которые стоит перенести. Ну а у нас по понедельникам есть добрая традиция, от которой мы не намерены отказываться. Это общие прогнозы, это общение с нашей любимой Натальей Корнауховой. Наталья, доброе утро! Доброе утро, Наталья! Доброе утро! Буквально на той неделе я смотрел эфир еще как зритель. Пять, лицо как зритель, да. И прям, знаете, чуть ли не записывал под диктовку все, что вы говорили. Мы уже все записываем, а ты только начал. Давайте, обрадуйте, что у нас на этой неделе. Ну что ж, ну, во-первых, я тоже тот человек, который любит понедельники. Тоже привет и здравствуйте. Во-вторых, действительно наваливать не нужно. Понедельник это день для спокойного разгона, лунный день. Но вчера произошло событие, которое нас с вами встряхнет и в понедельник тоже. Плутон перешел в Водолей вчера. И это событие, которое долго мы ожидали. Это вот эти разговоры про кармический год, про эру Водолея. Вот это все случилось вчера. Поэтому мы с вами в такой точке исторической, можно даже сказать. Потому что сейчас закладываются энергии на ближайшие 20 лет. И здесь есть такой один очень важный момент. Сейчас начнет всплывать все из прошлого. Детские травмы, обиды. Вот это сейчас прям работа для психологов будет больше, чем всегда было. Потому что это начнет все подниматься. Но самое важное в этой истории, это то, что сейчас этим на самом деле нужно заняться. Вот этим своим психоэмоциональным состоянием нужно заняться сразу, чтобы этот фактор снять, и он не мешал развиваться дальше. Потому что в ближайшее время такие две сильные энергии, это плутон и уран, они будут нас заставлять меняться. Это очень сильная трансформация. Ее почувствуют все. Не останется того, кто просто пройдет мимо. Но чем свободнее наше внутреннее состояние, чем больше мы готовы принимать и развиваться, тем проще пройдет этот период. Поэтому если есть какие-то внутренние дисбалансы какой-то, какие-то внутренние неуверенности, лучше с этим заняться сразу, чтобы потом 20 лет трансформироваться во благо. Вот это такая прям большая рекомендация. Слушай, получается, смотри, мне сейчас 20, через 20 лет мне будет 40. Соответственно, в 40 лет я буду выяснять. Как ты заложил, да, сегодня тебе? Так в это время как раз и выясняют, что самое интересное. Вряд ли кто-то этим... Это сейчас современная молодежь идут в 15 к психологу. Это очень здорово. А наше поколение как раз-таки сейчас и начинает этим заниматься. Это так, да? Наши поколения в качестве психологов рассматривали друзей, подруг, соседок, бабушек во дворе. Это так, да. Все, Вес. Ну что, к второму прогнозу перейдем? Давайте прям к четкому прогнозу перейдем. На неделю. Давайте. Давайте, на неделю. Первый вариант, второй. У нас теперь уже два варианта. Данилер, вы пропустили многое. Выбирайте. Первый, второй. Первый, конечно. Можно про себя не обязательно озвучить. Да. Слышишь, Саша, поехали. Шестерка жезлов. Супер. Победоносная энергия – это победа. Причем, если у кого-то какие-то судебные дела есть, то это абсолютная победа. То есть это выигрыши в суде. Это произведение классное первого впечатления. Если вы идете на какое-то собеседование устраиваться, идеальная энергия для того, чтобы зайти так, чтобы вас никогда не забыли. Если какие-то кастинги, просмотры. Вот эта неделя прям супер для вас будет. А во втором варианте – семенка мечей. Вот смотрите, здесь такая тонкая штучка. Во-первых, здесь, конечно, предостережение читать все, что подписываете. Вот это наша привычка у многих есть. Дали договор подписать, подписали и забыли об этом. Вот так на этой неделе делать второму варианту минус. Здесь нужно сначала все мелким шрифтом прочитать, потом подписать. Но здесь есть очень большой плюс. То есть вы можете на этой неделе, вот как раз вот эти энергии на второй вариант будут влиять сильнее, чем на первый. Потому что здесь есть возможность трансформировать свою реальность таким образом, чтобы открывались новые возможности. И это случается нечасто. Поэтому воспользуйтесь. Ух ты, я второй выбирала вариант. Подписывай тебя. Вот сюда поставь рост, напиши свои слова, написи на веру. Гульнара, ищите дополнительные пути для реализации своих задач. На этой неделе это хорошее время. День посмотрим сегодня? Так. День, день, день. Это очень важно. Теперь день прям, да. Потому что в недельник день интересный, вот что он нам сулит. Давайте тоже первый, второй. Первый, второй. Нептун в... Нет, поехали. Да, да. Ну по первому варианту любовь можно сегодня встретить. Причем такую, знаете, очень глубокую, чувственную любовь. Это очень хорошая карта для дружбы. То есть если кто-то сегодня хочет встретиться с друзьями, тоже такая... Она и дружелюбная очень, и вот очень тонкая, эмоционально сонастроенная. Шикарный день. Вы вернулись, вот друзей встретили. Как раз это... Как раз это оно. Я надеюсь, моя жена сейчас не смотрит эфир, потому что... А здесь девочка жезлов. Посмотрите, прям поближе покажу, как человек отодвигает большой камень от скалы и ищет для себя новые какие-то возможности. Тоже семерка, как и на неделю, тоже очень интересная. Сегодня вы можете что-то сдвинуть для того, чтобы, ну, войти в какие-то новые дыры. Поэтому не суетимся, не торопимся, но возможности открываются. Слушайте, какая прелесть. Наталья, мне нравится наше шоу, потому что в нем есть вы. Ой, как хорошо. Спасибо. Это правда. Я бы с удовольствием с вами поделился еще и частью своего загара, потому что гримеры с утра мне сказали, ну, мальчик, иди просто... Так потому что вовремя прикормили. Когда-то желать невозможно, да? Да нет, потому что такого цвета уже не существует. А, цвет! Поэтому единственные, кто подняли. У меня настроение были Гульнар Дусматова и Наталья Корнаухова. Спасибо вам большое. Ой, какое... Хорошего дня. Хорошего дня. Хорошего дня. Так, смотри, слушай, мне сейчас нужно, чтобы ты сейчас подписала вот здесь. Мы пойдем с тобой договариваться, что в следующую неделю мы тоже с тобой в эфире. Хорошо. Договорились? Да. Но можно это во время рекламы сделать? Давай, так и сделаем. Друзья мои, реклама, а ты подписывай. Ну что ж, друзья, сегодня 22 января. Да. В эфире программа «Тангл Студия» на телеканале Алматы. И вот своим присутствием озарил нашу студию наш дорогой Баттер... Аллилуйя! Баттер... Ой, да не... Да-да-да, давай-давай, повторяй. Вот то, что Товикель забыл, как меня зовут, это конечно. Так о чем это говорить? Не надо так долго отсутствовать. Ну, у меня был отпуск. Да нет, наш замечательный Даниэр Баттербаев с нами. Так, друзья, мы продолжаем. Несколько лет назад аналитики Jetpack, которые известны различными исследованиями в социальных сетях, пришли к мнению, что самыми улыбчивыми и счастливыми азиатами оказались филиппинцы и казахстанцы. Дело в том, что они проанализировали 150 миллионов фотографий. Хотел добавить Даша Александрова и Даниэра Баттербаева в Инстаграм. Ну нет, просто 150 миллионов фото в Инстаграм, и критерием счастья выступили улыбки. Аналитики считали, жители каких стран чаще улыбаются на фото, а также сколько лайков получают такие фото с улыбкой. Вышло, что чаще всего в Азии улыбаются жители государства в Юго-Восточной Азии и Филиппины. 46 баллов. На втором месте расположились мы, казахстанцы. Наша республика получила 36,9 баллов. Ну вот на третьем месте жители Лаоса. В среднем рейтинге на четвертом и пятом местах расположились такие солнечные страны, как Турция и Мьянма. Следом идет соседний с Казахстаном Кыргызстан и меньше наших соседей улыбаются жители Таиланда, Израиля и Бангладеша. Ну и давайте сейчас узнаем, почему же казахстанцы один из самых веселых и улыбчивых народов. Наверное, нигде в мире не встретишь такого гармоничного сочетания современного прозападного образа мышления и бережного отношения к старинным традициям. Так говорят о казахах иностранцы, долгое время жившие в Казахстане. И вправду, степной народ имеет много особенностей. Главные культурные ценности нашего народа уважение к стажам, миролюбие и терпимость, открытость к общению, гостеприимство и стремление жить в гармонии с окружающим миром. А еще наши всегда любили шутить и веселиться. Все мы знаем, что казахстанцы – народ веселый и любящий, шумные посиделки в компании многочисленных родственников и друзей. Нас хлебом не корми, дай сходить на чей-нибудь той. Как правило, всегда найдется человек-зажигалка, который развеселит публику и заберет все призы в конкурсах. И да, у нас это в крови, ведь даже дети умеют отжигать на то их от души. Бум! 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 Так что казахские тои – это не только двухчасовые тосты опашек, но еще и зажигательные танцы, которые доставляют удовольствие гостям. Еще стоит отметить, что казахстанцы – очень сообразительный народ, могут выкрутиться в любом случае. Например, в этом конкурсе ведущий загадывает букву, на которую нужно что-то принести. Даже я бы не додумалась до таких слов. Честное слово. Существуют различные способы сделать вечеринку в кругу друзей интереснее. Если классические игры «Крокодил» или «Есть контакт» вам наскучили, то мы предлагаем взять на вооружение идеи, которые используют наши казахстанцы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Казахстанцы умеют придумывать разные тренды, да и снимают у нас чаще всего веселые ролики. А из фильмов пользуются популярностью комедии, ведь мы действительно любим посмеяться, а шутить умеем абсолютно на все темы. Вот такой у нас удивительный и веселый народ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Замечательный сюжет. Замечательно. Мы пообсуждали, посмеялись. Точно мы такие на улыбку, очень даже открытые и скорые люди. Однозначно. Во-первых, мы танцевать любим, во-вторых, мы любим тое. А приходить на той и не улыбаться, ну все решат, что ты высокомерный. Да. Мне вчера сказали... А разве это не зависит от ведущих? Мне вчера об этом сказали. Говорят, мы были на мероприятии, где вы были гостем. Я говорю, так. И ты не улыбался? Вы, говорит, зашли со своей красивой супругой, обязательно буду сказать, и так вот просто посмотрели на весь зал. Я говорю, я был в очках. Они говорят, нет. Я говорю, поэтому я просто никого не видел. Я пытался понять, где сцена, откуда звук идет. И сидели с совершенно таким видом. Вот вы не улыбались. Вы казались таким высокомерным. Вот, оказывается. Да, поэтому надо улыбаться. И вот я к чему это все? К тому, что наши гости, которые сейчас появятся в нашей студии, вот им можно выручить еще одну статуэтку со славями. У вас самая потрясающая улыбка. Так, посмотрим сейчас. Потому что у нас в гостях преподаватель по вокалу Лейла Булатбек, а также участники и победители европейского вокального конкурса Милана Абдукаимова, Аделя Рустамхоза и Аяулым Ельшимбекова. Ура! Какая прекрасная компания! Доброе утро! Присаживайтесь. Доброе утро! Доброе утро. Ой, милая, мы рады вас видеть вновь в нашей студии. Лена, улыбнитесь своей вот этой вот улыбкой, которую вы сегодня одолели просто всех нас. Я залетаю на канал, вот просто забегаю, а Лена такая, здравствуйте! У меня сразу настроение просто. Да, не говорит, столько лучезарности. Спасибо вам большое, что вы пришли, девочки. Ну, мы вас поздравляем с вот этой победой в таком конкурсе европейском. Вот расскажите вокальный конкурс. Скажите, пожалуйста, о конкурсе этом. Расскажите, кто из вас самый смелый? Так, я так понимаю, первая сидит Милана. Да. Да. Так. Милана, ты самая маленькая. Вот этим двум теткам-то легко было участвовать, а ты-то, малюшка, совсем рассказывай. Страшно было? А тетками об этом. Ой, как ты. В Македонии я не была участником, я была приглашена в гости, потому что я выиграла в Италии гран-при. Вау. Вот как. Круто. Так. Ой, это же так потрясающе. Так, а девочки? Аделя. Аделя. Здравствуйте. Так. Что в этом призе? Расскажите о них, вот какие красивые. Это приз из Македонии, конкурс ВАВ. Это был мой первый заграничный конкурс. И это был большой для меня опыт. Я очень рада. Слушайте. Так, ну теперь можно вас называть уже, что вы конкурсные исполнители. То есть это же действительно очень сложно. Быть просто исполнителем. И исполнителем конкурсным, тут прям планка поднята очень хорошо. А я улыб? Для меня тоже это был первый заграничный конкурс. И я очень волновалась. Но я была рада, что поучаствовала. Молодцы какие. Так, ну что могу сказать, Леева? Это ваши ученицы. Да, я хочу сказать, вот здесь сейчас в вашей студии, в нашей уже студии, собрались самые такие слитки моей школы. Девочки самые из самых талантливых, самые яркие, самые голосистые. Вот. И когда я их везла на этот конкурс, я была уверена в том, что девочки мои возьмут призовые места. А Милана у нас была приглашена как приглашенный участник. То есть ВАФ Эвертс – это конкурс, можно сказать. Ага, в Европе всегда в течение года проводятся конкурсы, да? Да, да, да. Все разные. То есть приглашаются именно на этот конкурс… Можно вам микрофончик дать? Да, да, на ВАФ Эвертс приглашаются именно самые сильные дети, те, кто взял гран-при. Так вот, в том году у нас Милашка ездила в Италию, в Рим мы ездили. И там она у нас, вот этот красивый клубок, выиграла у нас гран-при и была в этот раз приглашена как гость Македонии. Обалдеть, как здорово. А девочки первый раз у меня, Аделия и Айяулы, мы участвовали первый раз, это их первый опыт. И они взяли призовые места, чем я очень горжусь. А вот отбор, как проходит участников на такие конкурсы? Отбора как-то такого не было, то есть подаешь заявочку. А, заявочку. Сильные участники были, как с Израиля, так и с Мальты. То есть 16 стран участвовали в этот раз, причем очень сильные вокалисты. И я была уверена в своих девочках. А чем поразили, что, во-первых, что исполняли? Какие-то условия есть в конкурсе, какой репертуар? Песня страны, песня, какой-то мировой хит и что еще? Нет, там нужно было исполнить одну песню, неважно на каком языке, то есть дети должны были выбрать ту песню, которая им по душе. Я всегда даю такие песни, которые им нравятся, да, то есть это должна песня зайти в душу, так сказать. И вот они выдали у меня на сцене. Так, что пели, девчонки? Я пела французскую песню «Пова Виска». Французскую? Интересно. Как вообще выбор-то полный? Ну, педагог тоже, наверное, советовались, да? Лейла помогла мне с выбором песни. Но я очень рада. Мне понравилась именно мелодия. Она мелодичная, спокойная. Можешь напомнить кусочек? Интересная мелодия. Да, это песня о папе. О папе. Она очень мелодичная, лирическая. То есть у Адели у нее лирическая, лирический такой тембр голоса. Поэтому я как бы ей предложила эту песню. Я всегда предлагаю, даю выбор ребенку, то есть даю несколько песен на выбор. И если ребеночку песня эта понравилась, значит, мы ее поем. Песня очень красивая и подошла. А я вам что исполняла? Я исполняла «Heart» Кристина Агилера. Ну вот, 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 наконец-то хоть что-то появилось. Что ты знаешь, да? Я знаю только Кристину Агилеру. Батвально. Песню саму я не знаю. Можно тоже небольшой кусочек? Ай, замечательно. Я смотрю на Лилу. И она даже здесь, представляешь, так переживает вместе. Все, вот это в голове, этот текст. Есть же видео, где преподаватели на фоне, где-нибудь в зале начинают. Да, да, они, по-моему, переживают больше. Мне кажется, Лилу вот так стояла за жюри, наверное, и танцевала, и пела, и показывала. Слушайте, девчонки, ну вот какие ощущения, когда выходишь на такую огромную аудиторию, на большую сцену. Что, Миланечка, вот как ты почувствовала? Волновалась? Чуть-чуть волновалась, но когда я вышла на целу, все волнение ушло. И ты получила прям удовольствие на расстоянии. Дай мне, пожалуйста, кубок посмотреть. Тяжелый, нет? Ты его легко поднимаешь. Ой, красивый какой. И вот он еще, можно его использовать. Вручи мне его, давайте, смотри. Итак, кубок получает Данияр Батербаев. За худшее исполнение песни. Ура! Получает приз. Ау-я! Да нет, на самом деле, такие кубки дают только за лучшее, конечно, исполнение. Молодец. Мы пошутили. Молодец. Девчонки, а вы как? Вы вообще выходили уже на большую публику или на большую сцену, вернее? На большую сцену я выходила, наверное, впервые, да. Это было немного волнительно, но на сцене, как уже Милана говорила, волнение проходит, буря эмоций. Ты выходила, кричала, олимпийские, вас не слышно. А Македония? А Македония, да. Здорово. Ну, Лила, скажите, какие планы у вас на девчонок, у них свои личные планы? Микрофончики. Что в этом году хотите? Какие? Покорить вершины еще? Ну, надо расти, надо идти дальше, как говорится. Заниматься, трудиться. Да. В первую очередь, это труд, это вокал и хореография, то есть это все должно быть вкупе в работе. И летом мы планируем все ехать в Америку, в Лос-Анджелес. Это чемпионат мира по исполнительскому мастерству, VCOPA, который каждый год проходит в Лос-Анджелесе. В этом году он пройдет в Лонг-Бич. Так как я являюсь национальным директором этого чемпионата, поэтому я знаю все условия, да. И вот своих деток решила в этом году привезти, показать Америку. Как вам повезло, скидок Богом. Ведь это так важно. Ну, а казахстанские-то будут конкурсы какие-нибудь участвовать? Планируете? Или пойдем покорять мир, а потом... Слушай, они уже мир покоряют, да. Все, они уже планку подняли. Да, все правильно. Впереди самые большие вершины и сцены. Мировые. Слушайте, ну раз вы собрались в Америку, позвольте маленькое такое... Артнахараманс, жиламанс, ах, жоу. Ах, нет. Так, друзья мои, ну конечно, мы сейчас самую юную исполнительницу слышим, нашу Миланочку. Она нас порадует своим пением, да, Милан? Да. Поешь нам? Ну что, в таком случае, друзья мои, мы прерываемся на короткую рекламу и вернемся в нашу студию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Ну, давай. Представь. А знаешь, почему я? Я даже радуюсь сейчас этому. Потому что, я же говорю, я сегодня уже жаловался. Меня отказываются гримировать со словами «Твоего тона не существует!». Вот сейчас к нам в гости пришла визажист, бьюти-блогер Ася Жусев. И она мне точно скажет, можно ли красить такого черного, как я. Так, Ась, ну, первый вопрос к тебе. Смотри, я загорел, я после отпуска, я имею право. Можно ли красить таких черных, как я? Конечно, сейчас вообще нету никакой дискриминации по цвету кожи. Ой, спасибо! Так, меня просто всегда пугают. Любой мой отпуск начинается с благословения наших гримеров, визажистов со словами «Не загорайте!». Ну, вообще, это правильный совет, я считаю, для человека, который светится на экране телевизора. Или можно загорать? Конечно, можно загорать, наоборот, это придает здоровый, свежий вид. Просто единственное, что, может быть, у визажиста нету такого темного тонального, ему приходится отдельно покупать его. Слушай, а самое вот сложное окрашивание, ну, не окрашивание какое-то, нанесение мейка у тебя какое было? Афроамериканцев когда-нибудь красило? Афроамериканцев нет. Ну, я делала совершенно разные гримы, и самый сложный для меня было это создание такого лесного эльфа. Мне для этого нужно было за ночь до этого подготовить все реквизиты. Это уши? Которые я клеила. Это уши? Это уши, да. Это, получается, мы клеили сюда, типа, ветки деревьев. Обалдеть. Мы делали листья в волосах. Это было самое долгое, но самое красивое преображение, которое я делала. А для чего это было просто интересно? Это было для Хэллоуин-вечеринки. Мне заказала клиентка такой образ. Классно. Классно. Давайте узнаем, как все началось. Ваш путь вот в бьюти-блоге. Да вообще изначально. Да я вообще изначально. Блогерство-то, это же появилось после. Художник. Вначале что? По образованию-то ты кто? Вообще по образованию я финансист. Молодец. Я работала бухгалтером в Эра-Стане. Умница. Вот. Нормальную профессию имела. Родители радовались. И тут ты говоришь, все, не хочу. Да, но так получилось, что я с 2010 года увлекалась ютубом, смотрела там бьюти-блогеров и очень хотела им подражать. Потом вышла замуж, пока в декрете была, уже не захотела возвращаться в бухгалтерию. И ушла в визаж. И так получилось, что у меня пошел блог, я делала разные преображения на звезд, селебрити. Себя в смысле под них? Да. Ага. И это хорошо зашло, и у меня постоянно начали спрашивать стоимость макияжа, курсы. Сейчас я визажист, у которого есть запись на макияж, у которого есть онлайн-курсы, оффлайн-курсы, зовут на всяческие выступления, мастер-классы, открытия больших брендов здесь, в Казахстане. Ай, скажи, а чтобы быть вот этим вот визажистом, да, ну вот сейчас мы видим на экране, как ты все это делала, нужно ли уметь для этого рисовать? Ну, то есть азы худографа, или хотя бы просто изо в школе пригождаются? Нет, вообще на самом деле, если хочется что-то нарисовать, ты его нарисуешь без проблем, поэтому нет необходимости иметь какое-то специальное образование. Нет, я не про образование, я про то, что тебе пригодилось, потому что ты вообще рисовала такой в школе там. Ты человечка как рисуешь? Кругляшочек, две точки и снизу? Да, так и рисую, да. Просто как вот вообще не умею особо рисовать, но на лице я нарисовать могу. Вот это другие профессии, разные профессии. Я тебя учил. Как тебе это пришло? Я явно же не сама взяла и так бы, а попробую. Ютуб меня учил первое время, а затем, когда это уже превратилось в профессию, я пошла и обучилась этому профессиональному. У визажистов в наших местах я в основном обучаюсь. Ну вот, в частности, туториал меня интересует в Ютубе. Ты по ним училась? Да, да, просто обычные американские видео, которые выставляют, как делать вот такой макияж. И я по ним просто училась и делала. Чудесно. А есть какие-то теперь свои секреты? Свои секреты макияжа? Да. Нет, вот она может, например, изменить неузнаваемость лица, правда? Да. Вот что, как ты считаешь, главное, вот изменить надо глаза, форму лица, нос? Вот что выдаёт? Ну, мы все индивидуальны, у каждого свои какие-то особенности внешности, поэтому если повторять чей-то макияж, ну, например, кто-то хочет быть Ким Кардашьян, повторить её макияж, то необходимо отталкиваться от внешности самого человека, что в нём необходимо поменять, чтобы он был больше похож на Ким Кардашьян, поэтому, соответственно, нужно всё менять потихоньку, всё понемногу. Ну, конечно, в моём блоге много разных преображений, звёзд, но это не значит, что я пропагандирую, что нужно всем обязательно меняться. Наоборот, я про то, что макияж – это про любовь к себе, про узнавание себя ещё ближе, и то, что нужно обязательно баловаться этим и никогда не забивать на себя, на свою внешность. И у меня есть подарок, на самом деле, для ваших зрителей. Так, интересно. Для тех, кто на меня подпишется, может написать мне в директ слово «стойкость» и получит в подарок гайд, бесплатный гайд «стойкий макияж». Опа! Вот это действительно подарок. Так, Ася Жусип. Прям так, в Инстаграме находим, да? Да, Ася Жусип. Ну, на всякий случай, если вдруг интересно, Гульнара Дусматова, дай-ка кизы. Вот, а я по поводу, почему спрашиваю, потому что, опять же, в интернете я вот недавно узнал, что если тональный крем куда-то там воду вылить, его оттуда доставать, что он становится водостойким, вот у тебя вот подобные есть лайфхаки? Там, использовать тушь вместо теней и тому подобное. Вот, у меня куча таких лайфхаков, я их постоянно проверяю у себя на странице, так что всем, кому интересно, обязательно welcome, подписывайтесь. Я обожаю, на самом деле, делать так, что я сначала наношу пудру, а потом тональный, и таким образом он становится более плотным. Какой лайфхак потрясающий, да. Так, а что вы начали надкрасить, глаза или губы? Конечно, глаза. Нет, я почему спрашиваю, потому что все девушки, когда начинают красить глаза, почему-то открывают рот. Я замечал, я замечал, ни одна девушка никогда не красит глаза, закрыв рот. Почему-то. Это нужно много лет практики. А, да, интересно. Ну, есть же какие-то новые тренды, мода, определенный макияж, или ты против вот этих рамок каких-то, навязанных, допустим, там, кем-то? Вот сегодня так все красятся, а завтра по-другому. Мне кажется, надо исходить все-таки из индивидуальных особенностей, да, человека? Конечно, нужно исходить, но все-таки тренды, они нам помогают выглядеть свежо. Ага, современно. И современно, да. А какие ошибки совершают, как ты считаешь, больше всего девушки нанесение макияжа? Перемарчивают. Может быть, да. Вообще, у каждой своей, чаще всего, девушки просто вообще не понимают, как эту косметику применять. Из-за этого делают это все неправильно. Многие, допустим, наносят неправильно контур, слишком низко, из-за этого лицо выглядит таким потухшим, таким грустным. Либо вообще не знают, что такое консилер, и его нет в косметичке, а это необходимый продукт. Что такое консилер? Консилер. Консилер. Что такое консилер? Консилер – это такой жидкий продукт, как тональное средство, которым можно замазать прыщики, мешки под глазами. О, вау. Почему у меня нет консилера? Так. А сейчас мы будем выяснять, у нашей анаргуры, где твой консилер. Где мой консилер? Да, а мы сейчас посмотрим рекламу и вам расскажем, где его консилер. Дальше. Ну что ж, друзья, напоминаем, что с нами Ася Жусып. Я понял, что это консилер. Человек такой прекрасной профессии, визажист. Каждое утро у нас начинается тоже с визави с визажистом. Без него никуда сейчас. Кстати, а вот можно вопрос? И бьюти-блогер, да. Вот по поводу того, что я просто помню, когда к нам в гости приходила замечательная модельер, не буду называть имя, она сказала, я не выйду никогда из дома, не накрашенная. Потому что это мое лицо, я несу его в мир. Я спросила, а мусор выбрасываю? Она говорит, я даже мусор выбрасываю при полном мэйке. Как ты к этому относишься? Ну, это, конечно, дело каждого. Но я считаю, что нужно быть достаточно уверенной в себе, чтобы любить себя и без макияжа, и с макияжем. Ну, то есть до 12 дня появляться при полном вечернем мэйке, это прям плохо, да? Или же... Ну, все-таки, конечно, существует дневной и вечерний. Конечно, существует, но если у вас, у вас такой вкус, что вам нравится вечерний макияж... Да, да, образ такой, одежда такая, можно. Да, то, в принципе, можно. Ну, смотрите, в Европе сейчас, да, ну, прям, что грех отреть? Они все вот такие бледные моли ходят, у них вот сейчас за естествойникой там, ни причесок, ни... А у нас прям глаз радуется ведь. У нас очень смело, по-моему, девушки экспериментируют, да, с макияжем. Ну... И что тебе ближе? Мне ближе вообще, на самом деле, естественность, так как сама я в жизни особо не крашусь. Я больше люблю уход, чтобы лицо было само по себе уже готовое, ухоженное, и на него тогда любой макияж ляжет прекрасно. Но вообще у нас девушки, да, в последнее время много стали экспериментировать, так как появилось вот это влияние социальных сетей, появились тематические вечеринки, и многие начали приходить, сделай мне вот что-то такое со стразами. Очень много красок. Это вообще, на самом деле, очень впечатляет меня, потому что я люблю экспериментировать, и мне очень приятно, что это все развивается. Классно. Слушайте, а как-то это к тату на лице такое бывает? На лице. Да, конечно. Вообще, я отношусь нормально, но мне кажется, это не очень красиво. Согласен. Я знаю людей, которые имеют вот татушки на лице, и они их выводят впоследствии, потому что все-таки это... Ведь может и даже сделать просто временно, да, на вечер там что-то нанести, мне кажется, если есть необходимость. Но портить лицо, конечно, надолго не стоит. Да, даже на шее, мне кажется, это уже выглядит визуально, как будто шеи нет. Точно. Вот. Слушайте умного человека, специалиста. А я вот сижу, я просто вас слушаю и так представляю себе так. Я вот здесь буду, там вот это, вот здесь. Есть же такие люди, это же удивительно, что они... Я даже знаю одного казаха, который... Точнее, нет, не казах, он узбек, он в России работает, поет песни, да, вот у него все лицо разукрашенное, скажем, татуировками, да. Не будем называть именем. Узбек? Ну, это тебе. Ладно, будем наблюдать. Скажи, пожалуйста, а вот самая легкая в твоей жизни работа была какая в плане... А вот ты приехала такая, ну, пудры сделала и ушла, например. И самое долгое по времени сколько проходило? Самое легкое было, когда я работала на телевидении и делала мужской макияж. Потому что там действительно... Что с вами там соревноваться? Просто тональный, пудра, быстрый контуринг и отпустила. А самое долго? Так вы на телевидении работали, да? Да, я работала на Первом канале на телевидении. Привет коллегам. Так, самое долгое по времени? Это, наверное, вот этот вот человек на Хэллоуин, нет? Нет, это было на Кололом, через телепередачей. Я работала там, это моя самая первая работа была. О, вот как. Нет, я по поводу грима говорю, по времени, самое долгое. Я говорю, долгий этот, который человек, вот дерево... Сколько часов ты проводила именно за работой? То есть было такое, что ты приехал в 12 дней, только в 6 вечера вышла от клиента? Да, у меня было такое, что я 4 часа делала грим. Но это было на самом деле просто потому, что мы много болтали. А, понятно. Приятный собеседник. Да, когда много вот начинаешь болтать с клиентом, ты можешь задержаться и где-то вообще отвлекаться. Ну тебе как самое комфортное? Когда молча работают или когда вопрос задают? Зависит от человека, если человек приятный, всегда приятно им поговорить. А если он неприятный, то лучше молчать. Святые слова. С приятным человеком интересно разговаривать, с неприятным лучше помолчать. Запишем. Золотое правило. Золотое, да. Если человек интересный, с ним интересно. Так, Ася, позволь с тобой поиграть в маленькую интеллектуальную игру. Очень люблю. Просто попытайся отвечать на вопросы, но очень быстро. Давай начнем с интеллектуального вопроса. Самая длинная река в мире. Нил? Да, молодец, Нил. Все, готово? Поняла, как отвечать? Быстро и четко. Итак, как звали отца Александра Сергеевича Пушкина? Сергей. А, Сергей. Молодец. Кто был мужем Надежды Крупской? Ну? Без понятия. Я думал, скажешь Крупский, Ленин. В каком месяце 28 дней? Февраль. А не бывает 29 марта? 28 марта. Во всех месяцах есть 28 дней. Так, когда-нибудь отлынивала от домашних дел? Да. Прямо конкретно, да? То есть обманывала. Место, где прошло самое худшее свидание? Так, ресторан. Замечательно. На необитаемый остров я возьму... Я возьму с собой СПФ. О, какая прелесть! Господи, я... Супер ответ. Спички надо брать, топор, нож, не знаю. В каких случаях можно... Это визажист, который со своим лицом... В каких случаях можно дергать стоп-кран на самолете? При аварийных. А, да? В самолете нет стоп-крана. 5 плюс 7 будет 11 или 11? 11. 12. Тут подвойки есть маленькие, так не доверяем. Все, все, Ася, ладно, не буду больше тебя грузить, ты молодец. Но самое главное, что она с такой улыбкой, с юмором и искренне. Латинка. Спасибо тебе, Ася. Друзья мои, не забывайте про подарок, который... Повтори, пожалуйста, прям вот в камеру, который на тебя смотрит. Да, вам необходимо подписаться на мой аккаунт в Инстаграм Ася Жусип и написать мне слово «стойкость». И я вышлю вам бесплатный гайд про стойкий макияж. Вот так. Ну что ж, друзья, вот так с нами весело, интересно и познавательно. Смотрите нас с 8 до 10 на телеканале Алматы. С вами всегда ваша танго-студио. Пока-пока. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова